Четвертый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1263. Можем ли мы терять людей из-за бороды или еще чего-то второстепенного? Даст Бог и Ему откроется, пусть дойдет сам, а если нет, Бог Ему судья. Зачем производить насилие? Будьте снисходительны и не ставьте им таких условий, им и так очень трудно в жизни, и у каждого свой путь спасения, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть поговорка «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Свой устав – это не слово Божие, а то, что принято к исполнению в стенах конкретного заведения, монастыря, во сколько вставать, порядок трапезы, род пищи, дни службы, исповеди и т.п. Но есть то, что общее для всех монастырей, что и проистекает из Библии и из канонов соборов. Ношение бороды – это не моя прихоть, но так установил Бог, и так принято в нашем уставе. Мы не принимаем даже в число оглашенных тех, кто бреется или даже подправляет бороду или усы. «Человек пришел к нам, он хочет быть с нами, почему же он сразу посягает на нашу свободу? Где-то я могу просто на основании Библии доказывать, а у себя дома, то есть в общине, мы ничего уже не доказываем, ибо принят устав, и ты пришел добровольно под сень этого устава. Пишешь письменные заявления о приеме, даешь согласие все исполнять. Притом жизненные трудности не зависят от бороды, а даже напротив того дают некоторое преимущество. На душе спокойнее, что я не являюсь нарушителем, исказителем Божьего творения. Это меня ограничивает от некоторых поступков, обращает на меня внимание, а значит больше возможности говорить о Христе. Еще некоторым не нравится обязательное ношение пояса у мужчин, чтобы рубашка была на выпуск, и одеяние сестер, длинное платье и двойные платки. Это наш устав, и вы поговорите с нашими сестрами, что они вам скажут, пожелают ли они быть на богослужении, как впервые пришедшие с улицы, или предпочтут все-таки быть одетыми по форме. Вы говорите, как сторонний человек, не испытавший на себе благотворного влияния и внешнего благочестия, на которое обращал внимание апостол Павел. Послание Титу, 2 глава, 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 13 стих. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою.